всем привет меня зовут владимир мельников и я снимаю видео для своего канала на ю тубе в частности про автомобильные эксплуатационные материалы сегодняшней темой дизельное топливо так что такое дизельное топливо в целом и каково его предназначение обеспечивает хороший пуск двигателя dvs воспламенение с малой задержкой по сравнению имеется ввиду с бензином имеет оптимальную фракцию фракционный состав и вязкость обеспечивающий хороший испаряемость рассыпление топлива и смазку насоса то есть уже буквально с первых строчек мы понимаем то что дизельное топливо скажем так и имеет ряд преимуществ по сравнению с бензином также образовывает малое нагар образование обеспечивает установленные требования малой температуры на температуры свойств не вызывает коррозию оборудование имеет низкую кислотность скажем так дизельное топливо по сравнению с бензином ну в целом скажем так не такое ядовитые но неважно будет это бензин или дизельное топливо если она попадет к вам в организм неважно каким способом может у вас на руке какая там незначительная ранка легкоить порез да это еще ничего не значит то есть я хочу сказать то что если какая из жидкостей попадет вам в кожу вы заболеете и в зависимости от того что вы что вам попало в организм бензин дизельное топливо там сам масло или еще что-нибудь вы в любом случае заболеете и уже зависимости от того в каком количестве в это в себя поглотили то есть оно попало ваш организм уже будут те или иные последствия может вы обойдете простой простудой а можете заболеть и это придет к печальным последствиям ну едем дальше а по госту выпускает дизельное топливо также обратить внимание то что дизельное топливо еще пишут сокращенно дт и так для быстроходных дизелей имеется ввиду с частотой вращения коленчатого вала более 1000 оборотов в минуту или тихоходных дизелей с частотой вращения коленчатого вала менее 1000 оборотов в минуту то есть проще говоря для быстроходных действий дисси быстроходных дизелей это имеется до автомобиля и неважно будь это категория b c d е и так далее то есть фактом что это автомобили а для тихоходных дизелей имеется виду трактора вот ну под трактором я мало что могу сказать но в основном у них принцип такой же что и у машин только у них скан так функция в чем заключается они ездят они также и обрабатывают землю ну вообще это прям отдельная тема поэтому я глубоко копать не буду если хотите я могу создать отдельное видео на эту тему все зависит от вашего желания так что не забывайте писать комментарии под видео едем дальше по технологическому условию выпускают дизельное топливо это x экспортные обратите внимание как пишут дл и и дзл что такое это значит дизельное летние экспортные и дизельные зимние экспортные разница между дизельным летним и дизельным зимним в измеряется в градусах об этом я уже говорил в одном из своих предыдущих видео ссылки соответствующие будут в описании ну и в принципе я буду об этом еще рассказывать но обо всем по порядку далее идет с депрессорными присадками дзл и дап то есть дизельные зимние п это присадки и да это дизельная арктическая п также присадки но тут присадки что в бензине что в маслах присадки они вообще я уже как-то рассказывал присадки уже нужны для того чтобы улучшить те или иные характеристики или показатели тут уже кому как удобнее вот там дизель а бензина и смазки вот в целом в чем заключается суть присадки ну если хотите я сделал прям отдельные тему чисто на присадки вот далее это экологически чистый и с улучшенными экологическими свойствами содержание серы 0,01 сотые и 0,05 сотых то есть ну скажем так достаточно мало содержание серы дкл дкз дл ч дз ч и так далее но это уже скоток прям уже профессиональный уровень это аббревиатуры вот обозначает уже экологические нормы также дизельные летние дизельные зимние экологические чистые там характеристики вот ну это уже очень глубоко это я просто привожу в качестве общего ознакомления следующий идет для быстроходных дизетелей то есть я делаю видео в скрин так с уклоном на автомобиле поэтому рассматриваем в данном видео быстроходные дизетеля и что тут интересует быстроходные дизель дизель это использование более тяжелые нефтяные фракции как правило температура их составляет 240 350 градусов цельсия основные показатели качества воспламенение испаряемость вязкость коррозиционная активность низкотемпературные свойства экологические свойства ну что тут можно сказать об этих характеристиках вкратце основе показатели качества это воспламенение то есть если в чем чтобы было хорошее воспламенение без задержек без каких-либо препятствий и там подобное то есть мгновенный пуск простые словами испаряемость это имеется 2 когда топливо в десятилях она не сжигается а она сжимается таким образом она переходит из жидкого состояния в газообразное вязкость это также как и в масле как она скажем так движется в трубах то есть в трубопроводе ну и ну да коррозиционная активность то есть если в случае бензина мы уже знаем то что бензин он ядовитый и имеет свойство разъедать двигатель пускай не так быстро не так резко а так постепенно и со время тока в случае дизеля все то же самое просто дизельное топливо построен с бензиновым разъедает с контакт более так плавнее незаметно но тиммень тоже разрушает двигатель что такое коррозии это разрушение металла простыми словами далее низкотемпературные свойства то есть имеет то свойство не загустевать то есть топливо то есть топливо не кристаллизуется не превращается из жидкого жидкообразного состояния в твердые простыми словами далее экологические свойства то есть это уже отдельная маленькая тема то есть есть соответствующие нормы вот двигатель вырабатывает то есть сжигает топливо тем самым маховик начинают крутиться и так далее отработавшие газы они выходят наружу так вот есть специальные там перечень и документов нормы нормативы и так далее то есть если выброса в двигателе будет превышать эти нормы то это считается за неисправность простыми словами следующее это воспламеняемость воспламенять это прям небольшая такая подтемка темень тоже очень важны воспламеняемостью характеризует способность дизельное топливо к самовоспламенению в среде в среде разогревают от а диабетического сжатия в цилиндре двигателя внутреннего сгорания воздуха время с момента впрыска жидкого топлива в камеру сгорания до самовоспламенения называют то индукционным периода топлива и пт период задержки топлива но что такое индукция в принципе уже рассказывал в электротехнике но смысл примерно то же самое индукция переводится с латыни как возникновение из ниоткуда насколько я помню может и путаю надо освежить свою память чем меньше и пт индукционный период топлива тем плавнее перетекает сгорание тем больше качество дизельного топлива то есть опять таки если дизельное топливо ничего не мешает никакое нагарообразование некая грязь там все ровный там никакой деформации нету пробоев нету то есть никаких препятствий нету то значит качество дизельного топлива будет соответствовать всем нормам простыми словами воспламеняемость ц ч что такое ц ч наименьшее и пт имеет нормальные парафин и но это уже химия наибольшие ароматические углеводороды промежуточные положения занимает а нефтяное разница в и пт для возможности выбрать эталон для определения качества дизельного топлива меры воспламеняемости дизельного топлива применяя принято считать цитановое число отсюда и ц ч эталоны цитан скобках эш гександекан c16 h34 воспламеняемости принято за 100 единиц цитановое число равняется стам альфа метила в таллин воспламеняемость принято за 0 то есть цитановое число равняется нулю но в основном все что я хотел сказать о дизельном топливе в принципе тем маленькой не очень интересно тем не менее очень важны ну что такое дизельное топливо простыми словами подводя итоги дизельное топливо это такое же топливо как и бензин то есть выполняет функцию но имеет ряд отличий во первых а дизельное топливо имеет низкую детационную стойкость там я уж не помню насколько но потом второе это технология двигателя то есть если чтобы заставить вращаться маховик двигателя нам нужно было запустить дизельное топливо в камеру сгорания поджечь то есть сжать его потом вход идет свечка и затем идет выпуск такт выпуска это является полноцем полный цикл двигателя внутреннего сгорания на бензине в двигателе в дизельный двигатель же на чуть-чуть по-другому то есть мы также такт впуска такт сжатия рабочий ход вот третий момент там разница в чем если в бензине там участвовал свечка то дизельный двигатель он работает от самовоспламенение то есть там на ху каскать происходит так быстро сжимают топлив то что она начинает сгорать от собственно сжатия то есть она нагревается и сгорает все это называется самовоспламенение ну и так же как и в бензине идет такты выпуска вот соответственно а так то скажем так бензин а это дизель дизельный двигателей и сам дизель считается немножечко так сложнее как двигатели как так и в техническом обслуживании как также и сами разновидности дизеля то есть есть летние и зимние есть арктическое вот но я уже как-то об этом прошлом рассказывал ну все ссылки как обычно будут в описании также пожалуйста не забывайте подписываться на мой канал пишите комментарии если есть у кого-то какие предложения или просто вы хотите о чем-то поговорить с удовольствием почитаю подумаю проанализирую и учту в будущем также поставьте пожалуйста колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео также добавлять ко мне в различные соцсети я лично этом буду очень рад также пожалуйста обращайте на мои подсказки в процессе видео или в конце видео там я провожу опросы вот ну все остальное то есть это лайки комментарии подписка на мой на мой канал добавление в различные соцсети и опросы вот то что будет мне очень приятно я буду знать то что я стараюсь не зря но на этом все всем спасибо и до новых встреч